12.06 в Кирове. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь, в студии, по-прежнему Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Добрый день. И наша гость Лариса Копысова, заместитель главы администрации нашего города. Лариса Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. 1 сентября, суббота на носу. Я понимаю, что в таком нервозном, неспокойном состоянии сейчас находятся, в первую очередь, родители первоклассников. Столько надо успеть приобрести организационные моменты. Ну и, собственно, в день знаний все это непосредственно уже можно будет видеть своими глазами, я имею в виду. У тебя это все еще предстоит? У меня предстоит. Родители маленьких сыновей еще. Радостное сейчас наступление 1 сентября, потому что Зося уже выросла, ей 12 лет, и вот она сейчас вернулась из отпуска буквально на днях и сама осуществляет полностью весь закуп инвентаря для школы. То есть с утра мама дай мне такую-то сумму, я пошла. Да, она все рассказывает, показывает, отчитывается, они совместно со своими одноклассниками там выбирают что-то и готовятся, и они-то как раз не в нервозном состоянии, они в предвкушении 1 сентября с удовольствием. Мальчиков увидят. Ждут девочек пока что. Но я думаю, что и родители не в нервозном, а в состоянии такого радостного возбуждения в преддверии 1 сентября. Это всегда праздник. Вот, а нас, конечно же, интересует сейчас, в каком состоянии находятся чиновники, которые занимаются образовательным процессом, его организацией, и вы теперь, как человек, который отвечает за образовательные учреждения в городе, я понимаю, что, наверное, каждый день происходят встречи, отчеты, тем более, что идет очень серьезная перестройка в этом отношении. Мы ведь сегодня будем говорить не только о школах, но и о садиках, а там вообще отдельная песня совершенно, потому что огромное количество зданий сейчас и строится, и передается для того, чтобы обеспечить всех местами в садиках, и даже о ясельных группах заходит сейчас речь. Я-то, конечно, противник ясельных групп, но где потребность других совершенно семей. Давайте мы сейчас поговорим все-таки, начнем со школьников. Мы начнем именно с первоклашек, потому что мы хотим понять, какое количество детей сейчас идет в первые классы, и как их встречает школа, насколько они готовы. Ну, нужно сказать, что в этом году первоклассников значительно больше, чем в предыдущие два года. В этом году сядут впервые за парту 6710 первоклашек. Если в прошлом году их было 6284, а в позапрошлом году 5940, то вы видите, что... Практически на тысячу за два года. Да, если с 16-м годом сравнивать, то практически на тысячу больше первоклассников. Все классы укомплектованы. В первую очередь, вы знаете, это всегда происходит так, что по месту жительства в школы ребят принимают, и только потом общие образовательные школы начинают прием тех, кто подал заявление не по месту жительства. А вот можно уточнить? Да, можно. Просто есть такие дома, где рядышком сразу две школы. Каждый дом закреплен за какой-то определенной школой. Да, это есть распоряжение администрации города. Каждый год оно редактируется в зависимости от того, насколько наполнены школы, какова ситуация в каждой школе. И редактируется вот это положение о том, что тот или иной дом относится к той или иной школе. А если не в закрепленную школу? Вы имеете в виду лицеи и гимназии? Человек пытается попасть, да. Они подают заявление и поступают туда. То есть за всеми общеобразовательными муниципальными школами территория закреплена. Более того, учитывая, вы знаете, что у нас школы работают практически в две смены, более того, даже наши лицеи, например, 28-й лицей, они тоже имеют план по школам, по месту жительства. И поэтому, прежде всего, они формируют классы по месту жительства. Поэтому на сегодняшний день, я повторюсь, 6710 детей 1 сентября сядут за парты. Это включая нашу новую школу, о которой, я думаю, что мы еще поговорим сегодня, да, 26-я школа. Все учителя есть. Правда, это не секрет, что у нас некоторая нехватка учителей начальных классов. Но все классы будут обеспечены учителями. Это даже не подлежит сомнению. И мы в этом направлении очень серьезно работаем. Я думаю, что к 5 сентября у нас окончательно будет понимание, сколько у нас учителей пришло, сколько будет вакансий. Потому что эти данные к 5 сентября подводятся итоги. И те дети, кто еще не успели определиться, в какую школу они пойдут, то вот до 1 сентября, у них еще есть несколько дней, они, конечно, будут. В июле на пресс-конференции совместной, по-моему, с руководителем городского департамента образования, да, господином Петрицким, звучала цифра 150 вакансий в кировских школах. И в первую очередь, да, это учителя начальных классов, филологи, иностранный язык, да. Учителя иностранных языков, математика и русский язык. Довольно серьезная нехватка. Ну, эта цифра была озвучена в июле. На сегодняшний день эта цифра значительно меньше. К нам на сегодняшний день, вот я только что сюда приехала с заседанием метод объединения наших учителей. Значит, на сегодняшний день к нам в школу пришло 44 молодых педагога. Это наше будущее, наш резерв. И надо сказать, что каждый год у нас молодые учителя приходят в школы. Конечно, это пока не решает проблемы. Но если уж мы об этом заговорили, давайте я сразу скажу, что в этом направлении мы тоже очень большое усилие прилагаем. И вот мы сейчас открыли три педагогических класса. То есть это 10-й, 11-й в 11-й школе и класс в 26-й вновь открывшейся школе. Педагогические классы, где ребята будут уже получать раннюю профориентацию. И мы очень надеемся, что выпускники этих классов пойдут в наш педагогический институт. На педагогическую специальность? Конечно, по разным предметам. Это уже вопрос совершенно другой. Но тем не менее... Это новое направление работы? Это новое направление работы. У нас таких классов до этого учебного года не было. Хотя Министерство образования в прошлом году уже открывало такие педагогические классы в районах области. Вот я знаю, что в Слободском успешно такие классы работают. И у нас в городе будут. Второе направление. Мы очень плотно сотрудничаем с нашим педагогическим колледжем. Мы встречаемся со студентами, которые будут выпускниками в следующем году. И до этого встречи проводились тем, чтобы... В основном, конечно, это девочки, которые получают специальность дошкольное образование. Или это учителя начальных классов. Чтобы они шли в нашу систему образования. Мы с ними плотно работаем. Но вы сами понимаете, что эта потребность очень высока. Она не будет меньше, она будет больше. Потому что мы открываем новые детские сады. И нам специалисты будут очень нужны. — Преференции сейчас какие-то предоставляются в областном центре молодым педагогам? — Частливым педагогам есть небольшие подъемные. На которые, честно сказать, учителя не все соглашаются. 50 тысяч. Но вот этот вопрос как раз сейчас у нас в зоне внимания. И мы как раз над ним начинаем работать. Чем можно удержать молодого специалиста в школе? Понимая, какой у него уровень заработной платы. И есть еще ведь один момент. Что остаются в городе Кирове не только молодые специалисты, которые родились в Кирове, у которых нет вопросов с жильем. А здесь остаются девочки и ребята, которые приехали из районов. — Ну я сам такой однажды приехал учиться в педагогический университет. И, собственно, здесь остался. — Поэтому у них, конечно, в первую очередь встает вопрос жилья. У нас есть программа «Служебное жилье». Но я думаю, что мы будем над ней как раз сейчас работать. И вот сегодня мы уже этот вопрос первоначально обсуждали. Но я не хотела бы пока говорить о результатах, потому что этот вопрос находится в проработке. Но я думаю, что если мы сумеем решить этот вопрос каким-то образом, то это нам очень поможет. Здесь мы будем разные варианты прорабатывать. И я думаю, что в следующую встречу я вам уже скажу, какие мы можем предложить нашим выпускникам условия. — На самом деле здесь еще с начальной школой связаны многие нововведения, которые на федеральном уровне были обсуждены и уже ввели их. Это, например, новые предметы, такие дополнительные, как шахматы, извините, и как изучение иностранного языка с начальной школы. Теперь уже не только специализированные школы иностранный язык дают с первых классов, а практически все. И вот здесь, наверное, поэтому в том числе возник дефицит кадров среди учителей иностранных языков. — Отчасти вы правы абсолютно. Действительно, сейчас мы вводим иностранный язык. Уже во всех школах будет два языка. Первый основной будет изучаться со второго класса, а второй — это с пятого класса. Ну, наверное, это правильно в современном обществе. Язык ведь это серьезный инструмент. И ребята к нему готовы. Я думаю, что здесь проблем не будет. И шахматы. Ну, действительно, вы знаете, что они развивают логику, математическое мышление. И вот будучи в 26-й школе только что... — Новая. — Новая школа, да, введена. Вот она вот в действие 1 сентября. Мы ее торжественно откроем. Там есть практически класс, где стоят и большие шахматные фигуры, где можно показывать и наборы шахмат. Это будет тоже введено, и мы будем это поддерживать смирно. — Проблема заключается все-таки в том, что не хватает специалистов. И, конечно, когда есть распоряжение, и есть законодательство, которое требует, чтобы этими специалистами были укомплектованы, то не всегда жизнь успевает за этими решениями. Правда, как эта история будет решаться? Все-таки поэтапно или будет дополнительная нагрузка уже действующим учителям? — Вы знаете, здесь, наверное, надо организовать работу в нескольких направлениях. Во-первых, у нас есть наш государственный университет, в составе которого есть педагогический институт. И, безусловно, это наша большая надежда. У нас есть договор с нашим университетом, в рамках которого мы будем готовить специалистов. Это одно направление. Второе направление, и я бы хотела сказать, что в рамках национального проекта образования есть ведь некоторые подпрограммы. В том числе есть подпрограмма, это национальная система учительского роста. И вот в данном случае мы очень большие надежды возлагаем на наши учреждения, которые ведут профессиональную переподготовку и повышение квалификации. Это и Институт развития образования, и это наш Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения, Кировский, муниципальный. Вот здесь будут разработаны специальные программы и профессиональной переподготовки и повышения квалификации, и учителя будут иметь возможность либо дополнительную получить какую-то квалификацию, либо повысить квалификацию, которую они уже имеют. Вот это вообще тема отдельного разговора повышения квалификации учителей. Я почему задаю таковый вопрос? Потому что постоянно вводятся какие-то новые предметы, и я понимаю, что иногда, когда этот предмет дается либо в нагрузку, либо даже через курсы повышения квалификации, это не гарантирует, что будет вестись этот предмет на очень высоком, там, серьезном уровне. По шахматам у меня вообще такой скепсис большой, и они не каждому даются, эти шахматы. Почему не боулинг? Один человек из скольки может освоить шахматы. Основы, наверное, можно, но стать гроссмейстером, конечно, не каждому дано. Но я думаю, что это правильное решение. Вот люди взрослые, уже ребята старших классов, очень многие сожалеют, что в свое время было некому научить. Не все ходили в клубы, шахматный клуб, ладья. Не у всех родители умеют шахматы играть. А это умение, да любое умение не бывает лишним. Поэтому я думаю, что на уровне вот такого потребителя научат играть всех. И это тоже полезно. А кто учить-то будет, кстати, Лариса Анатольевна? В каждой школе есть специалист, найдется специалист, который будет учить. А, научит. Ну, я думаю, вы знаете, что здесь, наверное, не надо быть учителем высшей категории, чтобы вот все-таки научить ребенка играть в шахматы. История будет откатываться. Мы посмотрим, как это будет. Я так понимаю, она будет откатываться? Конечно, мы посмотрим, как будет происходить. Главное, чтобы не было это так, что у детей не просто там не возникнет навык игры в шахматы, а напрочь это бьет желание вообще видеть эти фигуры. Вы понимаете, здесь ведь очень многое зависит от самого преподавателя, кто этим будет заниматься. И наше педагогическое чутье, которое, собственно, никогда не обманывает. Поэтому мы посмотрим, как это будет развиваться. В разных школах изучим опыт. Я думаю, что мы найдем правильное решение. Все-таки надо сказать, что это еще новшество. Но всех первоклассников ждут уроки шахмат. Мы надеемся, что всех. Прервемся на полминуты. Напоминаем, у нас в студии сегодня Лариса Копысова, заместитель главы администрации Кирова. Лариса Анатольевна отвечает за образовательную сферу в том числе. Вот я думаю, что все-таки самое время пришло для того, чтобы поговорить о 26-й школе. Я видела ролик об этой школе в интернете. Это Урованцево, новый микрорайон. Да, новый микрорайон Урованцево. Школу строила компания «Железная». Я не могу не сказать об этом. Потому что мы очень много говорим о социальной ответственности бизнеса и строительных компаний в том числе. До сих пор есть строительные компании, которые считают, что они вообще никак не должны вписываться в социальные объекты. Есть такое отношение, что это все должен делать муниципалитет, например. А есть компании, которые понимают, что есть серьезная ситуация, понимают, что в этом микрорайоне будут жить люди, которые покупают их квартиры. И они сами инициируют свое участие в строительстве социальных объектов. И очень классно, когда эти объекты строятся по современным технологиям. Потому что дети, которые придут вот в эту школу 26-ю, я видела еще раз, Володь, тебе рекомендую посмотреть тоже этот ролик, они получат совершенно классную, современную, красивую школу. Вот я как женщина, когда смотрела просто даже на эстетику этих классов, как они оборудованы, какой цветовой гамме они решены, какие там большие окна. И когда я увидела улыбающуюся директора, я понимаю, почему она счастливой улыбкой сидит. Дыровских Ольга Вячеславовна. Ольга Вячеславовна, эта школа в Урванцево будет открыта, как вы уже сказали, торжественно 1 сентября. Насколько она укомплектована и детьми, и преподавателями? Значит, на сегодняшний день школа на тысячу мест построена. На сегодняшний день в школе 637 обучающихся будет разных классов, с 1 по 10. 6 первых классов, 174 первоклассника очень много. Прежде всего, конечно, школа обеспечит шаговую доступность того микрорайона, о котором мы сейчас говорим. Это потому что молодые семьи заселяются? Безусловно. Потому что в микрорайоне, когда не было ни школы, ни садика, понятно, что туда ехали неохотно. Сейчас, когда там построена самая современная в городе школа, когда вот-вот завершится строительство садика, понятно, что туда едет молодежь. И раз это молодежь, то понятно, что это дети. Поэтому в этом микрорайоне будет у нас в перспективе построено 4 школы. И вот уже второй садик закладывается. Третий уже, прошу прощения, закладывается. И заканчивается, подходит к завершению строительства второго садика. Вот школа, действительно, вы правильно отметили, но лучше увидеть ее не в ролике, а лучше увидеть ее, что называется, вживую. Школа просто потрясает и своими размерами, и теми, даже, может быть, нам непривычным дизайном, которые в школе есть. Это сделал застройщик, это их дизайн. Каждый кабинет имеет свое лицо. Очень приятно отметить, что мебель, часть мебель поставляли производители города Кирова, в частности, для начальной школы столы. Нам очень приятно, что уже сейчас сформирован педагогический коллектив. 38 педагогов уже, собственно, приступили к работе и готовятся к открытию школы. Надо отметить, что здесь будут предоставлены все условия, не только для образовательного процесса в рамках госстандарта, то, что мы говорим, когда говорим об обучении, но здесь великолепные условия для внеурочной деятельности. Во-первых, это, конечно, потрясающий фокус с самым современным спортивным залом. Тренажерные залы, хореографический зал, музыкальный зал. Здесь великолепная территория обустроена для занятий спортом. Это и футбольное поле, и беговые дорожки. Это и площадка для волейбола, баскетпола, воркаута. Здесь прекрасная площадка для ребят для изучения правил дорожного движения. То есть здесь созданы все условия, чтобы ребенок мог заниматься не только в учебное время, а надо сказать, что школа будет работать в одну смену. Вторая смена вся будет посвящена внеурочной деятельности. И здесь, безусловно, в таких условиях хочется работать. Я же географ по образованию. Я когда увидела эту школу, вот прямо, знаете, захотелось войти 1 сентября в класс учителем географии. — Учителя проводят большую часть своей жизни в школе. — Конечно. — Гораздо меньше дома. Поэтому, конечно, это очень важно. — Очень важно. Понимаете, там все условия. Даже вот те пуфики, которые в библиотеке. — Я смотрю фотографии, там пуфики, диваны, они в фойе размещены. — Это положено сейчас по требованиям, которые предъявляются в школе. И именно должны быть кожаные диваны. Там эргономичная мебель, то есть там очень удобное сиденье. Там есть переносной чемоданчик с ноутбуками. То есть вы понимаете, там создано все. Там 237 единиц только компьютерной техники. И в каждом классе мультимедийной установки, в каждом классе интерактивная доска. То есть там учителю работать комфортно и понятно, и очень будет комфортно, конечно, детям. В том числе у нас школа вот эта вошла в пилотный проект по внедрению электронных учебников. То есть это даст возможность ребятам заниматься с электронным учебником дома, если позволяют у них, у родителей средства, куда можно поместить этот электронный учебник, на какой электронный носитель. Они будут в школе, и поэтому ребенок может не носить бумажный учебник в своем ранце. Это, конечно, облегчит ранец, безусловно. Но это будет тоже выбор родителей, потому что будет возможность предоставлена как работать с электронным учебником, так и с бумажным учебником. Мы порадовались за школу Вурванцева, 26-ю школу, правда. Но у нас есть школы, в которых их достаточное количество, в которых есть проблемы. 24-я школа на повестке уже много-много лет. Какова ситуация сейчас с ней? Первоначально, когда мы начали говорить об этой школе еще осенью, там, конечно, ситуация была очень серьезной. Можно было понять родителей, которые с возмущением к нам обращались, что в таких условиях обучаться нельзя. МОБРА-19В. МОБРА-19В. Да, это бывшие детские ясли. Мы несколько вариантов рассматривали. И первый такой вариант на перспективу – это строительство школы в Слободе-Шевели. Шевели, прошу прощения. Значит, там будет сейчас работа ведутся по выделению площадки, по определению площадки. Когда площадка будет определена, мы приступим к строительству школы. Это где находится? Это Шерекресток профсоюзный Карломаркс. Да, как раз об этом речь идет. Там будет построена школа. На сегодняшний день были выделены средства. 24-я школа отремонтирована. Родители принимали участие в приемке и были приятно удивлены, какой облик сейчас у школы. Были отремонтированы классы, оконные блоки, система отопления. Был расширен обеденный зал в школе. Там было на 30 мест, сейчас на 50 мест. И кухня была отремонтирована. То есть весь пищеблок, системы пожаротушения, видеонаблюдения. Все это было приведено в соответствующее состояние. А скажите, Павел Флорисович, это в плане вот этот ремонт стоял? Или это некие такие экстренные действия в связи с тем, что переезд там был анонсирован? Большое возмущение родительское? Мы с родителями работали очень плотно. И вот мы их, конечно, слышим. Первоначально предлагалось переехать в 24-й школе Новоровского, 74, где в свое время был наш центр повышения квалификации. Но поскольку родители отказались от такого варианта, ну, наверное, их можно понять, потому что маленькие дети ездят далеко, то пришли к выводу, что мы ремонтируем в этом году здание школы. Туда набирают два первых класса. И ребята там размещаются. Переезда, в общем, не будет? Нет, Новоровского, 74, не будет. Новоровского, 74. Сейчас будет располагаться второе здание 51-й школы. Там после ремонтных работ в декабре месяце будет размещена вся начальная школа, что позволит нам уйти в одну смену. Это тоже большое благо, потому что во вторую смену можно заниматься внеурочной деятельностью. Вот и сейчас 24-я школа. У нас в двух зданиях, как это, собственно, и было. Среднее звено – это улица Горбуновой, 22-я школа. И начальное звено у нас в этом здании. Что касается строительства в Луковицком овраге, я себя поправлю. Луковицкий, да? Ну, это овраг с Слободашей. Ты сказала, Луковичный? Да, Луковицкий. С Слободашей. Я удивилась, что ты меня не поправил. Да, я тоже часто. С Слободаши вели. Было тоже много сомнений по поводу этого места. И я так понимаю, что там и с землей тоже нужно решать вопросы, что-то в частности. Сейчас как раз этот вопрос и решается. А высоковольная линия в том числе. Просто понимаете дело в чем, дорогие коллеги? Ведь для того, чтобы построить современную школу, нужна очень большая площадка. Понимаете, что в центре города найти такие площадки весьма проблематично. Изыскиваются все возможности. Было просмотрено очень большое количество вариантов с тем, чтобы школы строить проще и строить в новых микрорайонах. Вот как мы построили школу номер 11 Зиновых. Сейчас 26-ю в Урванцево. Вот сейчас торги, чтобы начать строительство школы в чистых прудах. Это проще. В центре найти площадки очень сложно. Поэтому у нас была принята программа. Еще в прошлом году мы приняли программу по развитию социальной инфраструктуры, где предусмотрено строительство пристроев к школам. Но об этом мы пока говорить давайте не будем. Когда будут точно определены школы и даты начала строительства. Вот тогда мы об этом поговорим. У нас даже были списки примерно. Там достаточно большое количество. 16 школ будут. Там где-то позволяют площади. Вы понимаете, что школы строились давно. И современным требованиям далеко не все отвечают с тем, чтобы там пристроить и построить. Поэтому этим вопросом тоже занимаемся. Это в перспективе. Но все равно так или иначе вопрос ухода, слава богу, у нас нет ни в одной школе третьей смены. Потому что перед нами Министерство просвещения ставит задачу уйти от третьей смены в четырех регионах нашей страны. Третья смена еще существует. И сократить количество обучающихся во вторую смену. То есть речь не идет о том, чтобы вообще второй смены не было. Все понимают ситуацию. Но сократить количество обучающихся во второй смене. Такая задача у нас стоит. Мы будем ее решать. Возвращаясь в Шевели, какие-то примерные сроки уже ставятся? Ну, первоначальные сроки, вы знаете, они были озвучены, что мы ее запустим в 1 сентября 2020 года. Но, понимаете, вот так вот точно сказать, я бы, честно сказать... Это был лишний день, очень бы остереглась. Потому что первое, и самое главное, и самое сложное сейчас нам нужно отмежевать эту площадку с тем, чтобы можно было уже под нее проект. Его нужно тоже к местности привязать. То есть эта работа очень длительная. Но когда мы только с этим определимся, там уже вопрос будет решаться быстрее. Это школа, если она будет построена в Шевелях, или мы уже должны говорить, она будет построена в Шевелях. Она будет построена. Она решит вопрос сразу, какого вот объема... Тысячи мест. Тысячи мест. Тысячи мест. Это очень серьезно для центра города. Потому что это сразу вопросы 24-й школы решаются. Здесь же у нас близко, вы знаете, 48-я школа. 28-я школа почувствует, конечно, облегчение, как лицей. А лицей, вы знаете, что там особое требование. Поэтому, конечно, строительство этой школы вот в этом микрорайоне ситуацию, конечно, разгрузит. Прервемся сейчас буквально на полторы минуты и продолжим наш разговор с Ларисой Копысовой и заместителем главы администрации Кирова. Продолжаем разговор. У нас в студии Лариса Копысова, заместитель главы администрации Кирова. И мы говорим о готовности образовательных учреждений нашего города к новому учебному году. Да, кстати, мы не озвучили сумму, которая была потрачена в этом году на подготовку школы к новому учебному году. И основные направления, собственно, что это укрепление материально-технической базы или что там еще делать. Ну, ремонт, понятное дело. На подготовку к новому учебному году было выделено более 76 миллионов рублей. Но сразу хочу оговориться. Это тоже, по-моему, больше по сравнению с предыдущими годами? Безусловно, это больше. И из этих миллионов, 40 миллионов, это пошло на 51-ю школу, на ремонт здания Поваровского, 74. Значительная сумма, более миллиона у нас было выделено на ремонт 24-й школы. И большие суммы пошли на то, чтобы привести в соответствующее состояние, в соответствии с нормативными требованиями. Это Пошнадзор, какие были у нас замечания на снятие этих вопросов. И ремонты, текущие ремонты школы, подготовки школы к зиме и так далее. Все деньги освоены, все работы проведены. Я хочу сказать, что у нас еще в июне месяце был издан приказ о приемке школы, подготовке школ к новому учебному году. Создана комиссия по приемке. И вот со 2 июля по 13 августа мы принимали школы. То есть в настоящее время, на 28 августа, все школы? На сегодняшнее число все 58 школ приняты и готовы принять учеников 1 сентября. Меня, конечно, подмывают задавать какие-то другие вопросы. Я чувствую, что их надо отнести к следующей программе. Я их просто обозначу, и мы договоримся, может быть, о встрече. Мы с вами начали уже говорить до эфира о нашей больной и любимой теме одновременно. Потому что я у Ларисы Анатольевны училась. Благодаря ей поступила в университет на ест-геофак. Спасибо, приятно не учить. И, конечно же, меня очень волнует история с тем, что в свое время исчезли пришкольные участки, грядки и сады, где мы проводили практику по урокам биологии. Я считаю, что это категорически было неправильное решение. И очень сильно потеряли дети в образовательном процессе. Мы видим до сих пор в 10-й школе остовые теплицы, которые там была. И нет, это была не одна школа. Молодого, потому что практиковались, конкретные овощи выращивали для школьной столовой. Совершенно верно, много чего было. И с этим же связаны уроки географии. Мы просто здесь выяснили в нашей программе «Открывашки», что наши дети, которые там 5-й, 6-й класс, плохо знают географию, плохо знают биологию. Потому что чувствуется, что не только в классах нужно изучать, но и вне их. Но это мы возьмем отдельной темой, потому что есть современные требования к школе внутри. Безусловно. Как мы сейчас с вами описали прекрасную школу 26-ю. И я очень рада, что там есть спортивные площадки. Но я очень недовольна, что нет приусадебных участков. Я считаю, что это большая потеря. Давайте у нас с вами будет тема отдельного разговора, и мы на эту тему поговорим подробно. Но мы с вами договорились, что в программе «Открывашка». Мы откроем цикл передач по географии. С удовольствием. Найдем классного специалиста с вашей помощью. Учителя географии, хорошо. И в помощь родителям и детям. Мы в помощь, потому что я уверена, что большинство учителей географии суперпрофессиональны. Мы просто в помощь, как дополнительный материал, сделаем цикл программы «Открывашка». С удовольствием. Спасибо. Ну что, детские сады? Да, детские сады. Переходим все-таки к ним. Десять минут у нас остается. Помним, мы были у нас в студии, да, участники, как назвать это, массовые мероприятия, да, которое прошло 1 августа во филармонии. Мамы выходили. Мамы недовольные с детьми, да и папы там тоже были. Ситуация тоже известна. Опять же, в июле, да, вы с начальником департамента образования городского, Петрицким, вернее, упоминали цифру, что более 2000 детей, да, у нас не попали в детские сады. Да, на сегодняшний день 2235 детей у нас не попали в детские сады. Вы совершенно правы. И эта цифра объективная. И когда вот где-то мы слышим о том, что департамент образования не знает, сколько детей нуждаются в садиках, это неправда. 2235 детей. Очередь детей трех лет. Это уже трехлетки. Это трехлетки. Мы говорим сейчас о трехлетках. У нас обязательства обеспечить детскими садами от трех до семи лет. Эта проблема нам известна. И никто ее не замалчивает. И нужно сказать, что в этом направлении мы работаем очень серьезно. Причем сразу же по нескольким позициям. Первое – это строительство новых садов. Уже все знают, наверное, весь город о том, что мы строим шесть детских садов. Это федеральные деньги. На сегодняшний день четыре детских сада. Это два в чистых прудах. На энтузиастов, это тоже Урванцево, и на Торфяной озерки. Там уже начались отделочные работы. Еще два садика уже тоже торги прошли. Тоже началось строительство. Это Метроград на уровне фундамента и Нововятск. Эти сады все в декабре будут сданы. Потому что вы сами понимаете, насколько серьезные обязательства. И не выдержать их мы просто не можем. Сады будут. И мы планируем, что во второй декаде февраля мы эти детские сады откроем. И туда придут детки. Сколько мест? Значит, 1580 мест. Это включая группы Ясель. Вы совершенно верно сказали, что сейчас задача от двух месяцев и до полутора лет тоже группа принимать. Это в ГОС это фигурирует. Вы здесь об этом говорили. И мы сами может быть против того, что ребенка в два месяца не следует отдавать в Ясель. Но, коллеги, надо понимать, что во всех семьях ситуация разная. И мы должны предоставить такую возможность. Понятно, что изменений в очереди будет. И очень приятно, что у нас, наверное, освободятся места в разных микрорайонах, куда дети ходят не по месту жительства. То есть в чистых прудах будет два садика. Понятно, что дети, кто в чистых прудах живут, они туда вернутся у нас из района Дружбы, из центра. И там освободятся места. Поэтому подвижки в этом учебном году будут очень серьезные. Уже в феврале очень мощные. Уже в феврале, конечно. Это будет очень заметно. И вот родителям, наверное, это радостно. Но, тем не менее, мы сами с вами понимаем, что мы эту проблему не решаем. У нас очередь все-таки сохраняется. Поэтому мы сейчас ведем очень большую работу. Особенно в июле мы объехали практически все бывшие детские сады, которые были так или иначе переданы каким-то организациям. Сколько их? Определили их 23 на сегодняшний день. Да, мы их объехали. Посмотрели, какие есть возможности вернуть. Какие уже перестроены. Понятно, что их не вернуть. Лучше построить новый садик, чем возвращать тот, который уже собственным садиком не является. Мы сейчас понимаем, с кем нужно вести какие-то переговоры. Они, наверное, во большинстве случаев будут очень непростыми. Но, тем не менее, мы работать в этом направлении будем. Следующее направление. Мы подбираем площадки для строительства новых детских садов, которые мы планируем строить. Понятно, что мы будем заходить вновь в федеральные программы. Мы очень рассчитываем, что вот эти детские сады мы будем в течение ближайших двух-трех лет строить. Мы, конечно, проблему будем решать. Еще одно направление. И вот вчера я только встречалась с руководителями частных детских садов, которых у нас лицензированных пять. В части из них всего пять. У нас их много, но они не лицензируются. Это тоже отдельная проблема, над которой нужно работать. Это нарушение? Потому что это не нарушение. Я сейчас поясню, в чем дело. То есть если открывается учебное заведение, дошкольное, то понятно, что оно будет работать только в том случае, если будет лицензия. Если это индивидуальный предприниматель, который открывает группу ухода и присмотра, то на это не требуется лицензия. Вот, конечно, это законодательство, но, понимаете, правила игры должны быть все-таки одинаковыми. Если мы занимаемся с детьми, нам нужна лицензия. Нужно соблюсти все те условия, которые необходимы. То есть все требования надзорных органов. Вот с частными детскими садами мы тоже встречались. Они тоже расширяют спектр своих услуг. Увеличивается количество деток. Но надо отметить, что большинство из этих садов работают с детьми все-таки от полутора до трех. Есть у нас детские сады, где двухмесячного даже ребеночка, вот сейчас уже полгодика этой девочки, они принимают. Но, тем не менее, все-таки большой контингент. И это, знаете, понимаете, как бы временно. То есть ребенок от полутора до трех ходит, получает путевку в муниципальный детский сад и уходит. То есть у них все время идет обновление контингента. У нас есть несколько детских садов, таких как Копленок, который готовят к школе все-таки. Совершенно верно. Есть еще в Антесури, где у них там очередь есть. Нет, просто к школе. Нет, потому из этого Копленка могут идти. У них серьезный образовательный процесс идет. Вот мы ему скоро опять. Мы сейчас говорим про частные садики. А, про частные садики. Про частные. Поэтому мы с ними тоже будем вести работу. Я думаю, что на сегодняшний день и вчера я им сказала большое спасибо, что они нам помогают проблему обеспечения детскими садами решать. Да, вот тут ведь такая история. У нас по-прежнему такой низкий уровень предоставления услуг частными садами. Я имею в виду количество, не количество низких, а не самих услуг. И тоже потому, что этот вопрос связан с помещениями. Потому что подходящие помещения, варианты низкой тарифной ставки по аренде, они тоже, наверное, эти вопросы задавались, когда встречались. Как раз этих вопросов не было. Не было. Значит, часть детских садов... А нам задают. Ну вот видите как. А были руководители. Значит, часть детских садов, три из пяти, они арендуют у участников, не у муниципалитета. Конечно, наверное, это бы у них снизило стоимость пребывания ребенка, если бы у них была другая арендная оплата. Возможность, да. Конечно. Те, кто арендует нашу собственность, понятно, что у них очень низкая оплата арендная, просто очень низкая. Но просто у муниципалитета нет помещений, мы знаем. А на сегодняшний день предоставить помещения, подходящие для организации образовательного процесса, их практически действительно нет. Если бы они были, мы бы в них открывали муниципальные детские сады. Их на сегодняшний день практически нет. Поэтому вот мы на эту тему тоже разговаривали. Вы знаете, это не тот бизнес, где большие деньги, где можно строить свои детские сады. Поэтому то, что у нас есть, мы будем предлагать, если к нам будут обращаться. Но на сегодняшний день я пока не вижу, по крайней мере, из того, что у нас есть в наличии, предложить что-то для частных детских садов. Но, тем не менее, они готовы к сотрудничеству. И очень благодарны, что мы их пригласили, что мы с ними ведем разговор. Это тоже какое-то решение проблем. Потому что вот я посчитала, около тысячи деток посещают частные детские сады. Это решение проблемы. Потому что, понимаете, если бы их не было... И тут такая история. Потому что представители, которые лицензированы, они готовы дальше развиваться на самом деле. У них выработаны свои программы. У них там штат и так далее. Но просто из-за помещений развиваться дальше некуда. Не сейчас будем, конечно, обсуждать отдельную тоже программу по светим. Но у нас ведь новшества есть, которые обеспечили, слава богу, тоже нам ответственные строители в центре города. Это первые ласточки полетели по встроенным детским садикам. Да, мы помним район завода Крин, где компания Маяковская и компания Железно совместно сдают первый встроенный такой садик. На 50, да, по-моему? На 100 мест. Одни 50, а другие. Они объединились. Здесь в нашей студии договорились. Володя, плохо не знаю, где эта информация. Нет, я тут слышал... Я слышал... А, да, я от Маяковской слышал только про 50. И тут же Железно сказали, мы готовы, и они добавляют еще места. Это первые такие вот вещи. Но мне кажется, что в центре города это тоже могло бы добавить плюсы в решении проблемы с детским садом. Понимаете, очень серьезные сейчас требования предъявляются к детским садам. И прежде всего это, конечно, это площадки. Потому что вот вчера мы как раз говорили с руководителями частных детских садов о том, что площадки, когда они открывают в жилых зданиях садики, проблем с открытием площадки очень много. А для того, чтобы пролицензироваться, площадка должна быть. Поэтому вот эти все вопросы, вы совершенно правы. Я понимаю, что у нас уже назревает цикл передач по этим проблемам дошкольного и школьного образования. Я готова в этих программах участвовать. Спасибо. Но дело в том, что вот это не совсем решение проблемы. Все-таки строительство детских садов и возврат бывших детских садов – это такой вот более реальный путь. И частные детские сады тоже не на полную мощность используют те площади, которые имеют. Вот мы летом проезжали. Я понимаю, что часть деток ушла уже в муниципальные детские сады. Но тем не менее, если, например, детский сад на 100 мест, а туда ходит 47 деток. Вы понимаете, что есть еще потенциал, есть еще возможность развиваться дальше. Другой вопрос, что не каждый родитель готов платить ту сумму, которую просит частный детский сад. Но мы знаем, что есть частные детские сады, в которых есть конкурс даже родителей, которые готовы... Да, туда стоит очередь, 70 человек, например, есть в один из детских садов очередь. Конечно, они готовы расширяться, и мы будем им помогать подбирать помещения, но это тоже вопрос не одного дня. То есть, понимаете, вот мы сейчас работаем все равно на перспективу. И все, кто нас слышит, они понимают, что вот какие бы ни были сейчас к нам обращения, вот завтра открыть и предоставить путевки 2235 детям, мы просто не в состоянии. Но в этом направлении мы очень серьезно работаем, и подвижки не замечать, их тоже было бы несправедливо. Подвижки есть, и очень серьезно. И поверьте, что администрация очень озабочена этим вопросом, и депутатский корпус тоже. Поэтому вот мы сейчас будем докладывать на комиссии по социальной сфере в городской думе, в ближайшую комиссию, будем докладывать, что мы наработали за весь летний период. И я думаю, что там есть что сказать. Время, время, время у нас. Ну, я, коллега, здесь все педагоги, надо сказать, как минимум по образованию, кое-кто и с опытом, кое-кто с огромным опытом. Поэтому я и нас всех поздравляю с наступающим первым сентября, поздравляю всех детей, всех родителей. И посмотрите, какая замечательная погода стоит. И она будет стоять. Да, как хорошо, что открываются новые школы. И я просто всем очень желаю счастливого и успешного нового учебного года. А с такими новостями, как нам сейчас рассказала Лариса Анатольевна, по садикам в особенности, по школам, я вижу, что мощный такой рывок в город производит. Я надеюсь, что за ближайшие годы... Я хочу это ощутить на себе. Вот моему младшему до трех лет остается полтора года. Вот я надеюсь, что... Вы ощутите. За полтора года мне... Через полтора года мне хочется, чтобы по достижению трехлетнего возраста уже без проблем. Спасибо с первого сентября всех. И дневной разворот завершен. Мы прощаемся с вами. До свидания.